У одного есть доход, и он в себя вкладывает. Ну, это имеется в виду я. У другого нет дохода, и он в себя не вкладывает. Давайте продолжим тему, начатую в прошлом видео. Вы меня мотивируете раскрывать новые грани жизни. Почему у одного есть доход, а у второго нет? Потому что один берет взрослую позицию, а второй – детскую. Один прыгает. Знаете, вот прыгает на взрослую позицию. Он берет взрослую позицию и несет ответственность. А второй выбирает быть в детской позиции. Почему детская позиция не дает денег, а детям деньги не нужны? Дети играются в свои игры, и для них деньги – это фантики. И пока вы находитесь в детской позиции, у вас денег нет и не может быть. Даже если будут, то они будут покрывать ваши нужды. В одном из видео я говорила, есть разница. Вот нужда, а есть желание, потребность. Нужда – это то, ну, это яма. Это мощнейшая яма, которая у каждого человека есть. Так вот, пока у вас есть ямы, то вот эту дырку деньгами не закроешь. И это очевидно, потому что человек с детской позиции, он, как правило, доводит себя до болезней. И ему там не до денег. У него что-то болит. Вы знаете, когда что-то болит, ты думаешь только о том, как бы исцелиться. Но тут заколдованный круг. Чтобы исцелиться, нужны деньги. И чтобы нужны были деньги для того, чтобы исцелиться. А чтобы были деньги, надо выйти на взрослую позицию. А как выйти на взрослую позицию, когда болезнь тебя привела, болезнь тебе кричит, ты в детской позиции, выходи из детской позиции, давай что-то менять. Но большинство людей здесь умудряются. Знаете, люди, они вот такие вот, как изворотливые змеи, они здесь умудряются. Кто-то уходит на социалку, кто-то уходит на пенсию, кто-то уходит, присаживается на карман, не знаю, мужчины, своих детей. А зачем уходить в взрослую позицию? Лучше быть в детской позиции. И пусть кто-то другой меня обеспечивает. И если кто-то другой находится в вашей степени манипуляции, потому что это в вашей степени манипуляции, у кого-то брать деньги, ссылаясь на болезнь. Надо будет еще один такой. Я делала сегодня, как вам, кстати, мое видео, где я театральную постановку сделала. Я думаю, я таких видео буду больше, больше, больше делать. Я вчера проработала качественно. Убрала все страхи, сомнения и сделала такую театральную постановку. Она быстрее доходит до сознания человека. Так вот, пока вы в детской позиции, денег нет. И нет денег вы не сможете вкладывать себя в свое здоровье, инвестировать в свой внешний вид, инвестировать туда, инвестировать даже в какие-то свои развлечения, в какую-то свою радость. Потому что дети, они довольствуются малым, да? Им, вот, покажи какую-то крышечку, не знаю, там, от бутылочки. И ребенок найдет... Крышечку от бутылочки, я покажу. Да, посмотрел на нее, думаю, ну, дотянусь не дотянусь, да? И ребенок найдет, как с ней поиграться. Вот ему интересно. А взрослые люди играются в игры под названием... Ну, сериалы, они смотрят все подряд сериалы. Вот. И живут чужой жизнью. Подсматривают, что в сериалах, разговаривают. Их интересует, что там. Что там у других. И тогда есть, вроде как, тема для разговора. Ко мне часто приходит мужчина, ну, который ответственный, взрослые позиции. И он говорит мне, вы знаете, моя жена перестала быть интересным человеком. Она живет жизнью других людей. Она сериалы все смотрит. Я пришел с работы. Она мне рассказала все сериалы, которые она сегодня пересмотрела. И говорит, я слушаю уже этот рассказ 255 раз. Говорит, я уже... Мне тошнит от Дона Карла, который там изменил Донни, не Карла. И говорит, я сижу, слушаю ее и думаю. Она тупеет, и я вместе с ней. И говорит, я ей намекаю. Ну, может, ты пойдешь там, ну, что-то освоишь, там, какую-то там... Что-то начнешь учить. И она, говорит, пропускает мимо ушей. Знаете, когда эта женщина образумится? Когда он от нее уйдет? И когда у нее не будет источника дохода в виде него. И тогда и сериалы будут неинтересны. И тогда она начнет понимать, что следующего козла, который будет ее обеспечивать, не так уж легко найти. Вот. Конечно, этот человек со временем разочаруется и начнет что-то в своей жизни делать. Или не делать. Постепенно увидая, называя, что жизнь дерьмо, жизнь такая плохая. И так далее, и тому подобное. И мы видим вокруг такое огромное количество разочаровавшихся в жизни людей. Но жизнь, мы приходим сюда, она со своими правилами, это жизнь в чужой монастырь, со своими уставами не ходит. Поэтому расстановки никто не отменял. Если вы не занимаете свою позицию, вы не занимаете свое место в этом огромном пазле, ну, вас просто тихо, выкидывают. Или вы перестаете быть здоровой клеткой. А что такое здоровая клетка? Взял, дал, взял, дал, взял, дал, взял, дал. И если ты это не до конца осознаешь и не понимаешь этих многих процессов, что ты из себя представляешь, кто ты такой, зачем ты на планете, земля, какое твое предназначение, то, понятное дело, если человек не выполняет свое предназначение, у него денег нет и быть не может. Потому что свое предназначение выполняют взрослые люди. А дети, они вот, вот им дал, они будут играться. Им дал какую-то идею в ТикТоке. Знаете, вот сегодня у меня был кромешно, у меня как доживю было. Вот просто доживю. Сегодня пять женщин у меня было на сессии. Ну, разной, да? И вот они как по сценарию договорились мне говорить одну и ту же фразу. Ну, я же не буду первое мужчине писать. А что ты вдруг так решила, что ты не будешь? Ну, там какой-то психолог сказал, что первым мужчиной писать нельзя. А что ты вдруг так решила? Вы партнеры, что значит, я не буду писать? Вы что, в детский сад играете? Вы обыкновенные партнеры, которые просто разговаривают с друг другом. Что значит первый, что значит последний? И знаете, если бы это была только одна женщина, ну, поговорили, обсудили, выяснили. Вторая приходит, опять что-то мы разговариваем, там какие-то вопросы решаем, решаем, решаем. И она говорит, ну, я же не буду мужчиной. Причем это мужчина, директор школы, в которой она работает. Я говорю, подожди, так у вас вообще вопросы, это не мужчина перед тобой. Это твой работодатель. И если тебе надо отчитываться, ты будешь отчитываться перед ним. Это бизнеса ничего личного. Поэтому если тебе надо отчитаться перед ним, да, ты будешь первое писать. И первое будешь ему смски отправлять. Поэтому вот люди где-то нахватались какой-то информацией. Там, там, там сейчас вот эта популярная психология, которая учит, что женщина должна делать, что мужчина не должен делать. Слушаешь, я такая, чесала репом. И понимаешь, что и в отношениях ребенок будет в детской позиции. То есть не брать ответственность. Поэтому, друзья. Ой, пришла с моря, еще не расчесалась. Сейчас опять мне будут писать, что у меня с волосами что-то не так. Я сейчас в бассейн, кстати, иду. Я всю свою жизнь, сколько себя помню, все время думаю, как люди рядом с морем ходят в бассейн. Вот смысл бассейна, если рядом море. В этой поездке мы не открылись глаза. Вот так вот. В связи с травмой руки я была вынуждена не ходить на море, потому что на море очень большие волны. И, соответственно, о бассейне я научилась плавать. То есть руку подняла вверх. И на спине плаваю. И мне так понравился бассейн, что вчера был первый день. Вчера, позавчера, в понедельник, короче говоря. Был первый день, когда мне можно было на море купаться. Я пришла такая, поплюхалась в море. Думаю, поплавать здесь же невозможно. Тут волны большие. Песка так много. Думаю, пошла-ка я в бассейн. Поплаваю по привычному для себя способу. И такая, а-а-а, так вот чё люди теперь купаются в бассейне нынешнем. Я поняла. И вот я точно так же могу сказать, а-а-а, вот чё люди в детской позиции. А-а-а, так мне понятно. Вот они чё там в этой детской позиции сидят.